10 сентября, понедельник, Думская ТВ работает в прямом эфире. На главных новостях к этому часу расскажут наши корреспонденты. В студии Алла Есина. Здравствуйте. В СИЗО без права внесения залога. Такую меру пресечения избрали для подозреваемого в страшном ДТП на фонтанской дороге, унесшей жизни двух человек. Сам подозреваемый Олег Семиренко вину признал. Он заявил, действительно спешил, но ехал со скоростью не выше 100 км в час. Хотя видео с камер наружного наблюдения говорят об обратном. Кроме того, это видео свидетельствует, его авто ехало еще и на красный свет. В районе 80, как я помню, до того момента, как я помню, особо не торопился. Ехали к девушке домой, но ей было плохо немного, поэтому я ехал не 60, а 80, но чуть-чуть быстрее, чем положено. На красный я до этого никогда не проезжал и ни в коем случае бы не проехал. На мере пресечения в виде содержания под стражей настаивало обвинение. Прокурор заявил, что Семиренко может влиять на свидетелей. Также он неоднократно нарушал правила дорожного движения, в том числе проезжал на красный свет и ездил без прав. Это потенциальная возможность влияния на свидетелей. Там был ряд протоколов складений. Это административные правопорушения, не криминальные. Это за порушение правил дорожного движения, в том числе за повышение скорости, за проезд на железных шляхах и за руководство автотранспортом без документов. И в продолжение темы. Пострадавшие в страшном ДТП идут на поправку. Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания в мэрии. Жизни 21-летнего курсанта военной академии сейчас ничего не угрожает. Парень получил переломы голени обеих ног и проходит лечение в военном госпитале. Больше всего пострадал 37-летний Руслан, который стоял на остановке. Сейчас он в реанимации еврейской больницы. Выяснилось, что молодой человек приехал из Житомирской области. Связываемся с его родственниками. Пациент находится еще в тяжелом состоянии, но наметилась положительная тенденция в динамике его состояния. Он в сознании, доступен контакту, но находится еще на аппарате искусственной вентиляции легких. Напомню, вечером 8 сентября на 6-й станции Фонтана произошла страшная авария. Водитель БМВ выехал на перекресток на красный свет и врезался в автомобиль Шкода. Двое человек погибли, еще семеро травмированы. На место трагедии одесситы приносят цветы. Светофор, который снес виновник ДТП, уже работает. Геннадий Труханов призвал одесситов сообщать на горячую линию мэрии о подобных инцидентах. Присылать нам данные с видой регистраторов о любых нарушениях дорожно-транспортных происшествий. Разворот через войны и сплошные. Я не буду перечислять их. Я не говорю уже про дрифт. И мы должны все объединиться, чтобы группа мерзавцев не кошмарила миллионный город. Визит премьер-министра. В понедельник в Одесскую область приехал Владимир Гройсман. В рамках рабочей поездки глава правительства ознакомился с работой предоставления административных услуг «Прозрачный офис» на Таирово. Центр админуслуг обслуживает 250 тысяч человек. Гройсман отметил, что необходимо количество таких центров, чтобы на каждый приходилось по 100 тысяч жителей. Премьер пообщался с сотрудниками центра и с посетителями, а также помог пенсионерке рассчитать ее субсидию на оплату коммунальных услуг. Далее премьер-министр с первыми лицами Одессы и региона ознакомился с работой погрузочно-таможенного комплекса «Евротерминал» и таможенного поста «Специализированный». В частности, Владимир Гройсман проверил процесс сканирования груза. Потом главе правительства представили презентацию экспериментального проекта «Смарт-таможня». Ми бачили щойно презентацію по тим конкретним крокам і цифрам, які вже ми маємо, але зараз, на мій погляд, важливе питання не зупинятись, іти далі, утримати ситуацію, тому що постійні відбуваються намагання возити незаконно і розмитнювати товари на територію України. Ми не можемо це допустити. Всі ті, хто займається схемами, мають абсолютно чітко відчувати, що ніхто не дасть спуску в питаннях, коли мова йде про наповнення державного бюджету. Два лідера. Новий соцопрос показал. Во второй тур президентських выборов вышли бы Петр Порошенко і Юлия Тимошенко. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного социологическим центром имени Драгоманова. Действующее глава государства по результатам исследования занял бы второе место в рейтинге. В начале списка лідер партии Батьківщина. Лидирующие позиции Юлии Тимошенко. Эксперты связывают с ранним стартом її избирательной кампании. В то же время отмечают устойчивий рост рейтинга действующего президента. Лидеры рейтинга. 15,7% отдали бы свой голос за Юлию Тимошенко. 12,3% электората отдали бы предпочтение Петру Порошенко. На третьем месте Анатолий Гриценко. 8,3%. Чуть больше 6% у Юрия Бойко с наибольшей поддержкой Харьковской области. 5% отдали бы свой голос за Олега Ляшко. В основном на севере Украины. Одесская область отдала предпочтение Зеленскому и Рабиновичу. Больше 5%. Западные регионы нашей страны отдали предпочтение Вячеславу Вакарчаку. Больше 4%. Битва за Медин. Баррикады и грядущая проверка Минздрава. Об этом заявила Ульяна Супрун. Уже в эту пятницу ВУЗ должна посетить комиссия во главе с замминистром здравоохранения. А пока страсти в университете не утихают. Гражданские активисты не пускают сторонников уволенного Супрун Запорожана в кабинет в Рио-ректора. Как это было, расскажет Ксения Терзи. Ирина Потоцкая больше трех дней держит оборону у кабинета в Рио-ректора Владлены Дубининой. Гражданская активистка утверждает, что сторонники Запорожана незаконно хотят проникнуть в помещение. Поэтому вход заблокировала и даже ночевать осталось в ректорате. Экс-ректор Валерий Запорожан прокомментировала ситуацию. Правда, журналистам Думской ТВ пришлось буквально прорываться в ректорат, где якобы проходило совещание. Запорожан обвинил в Рио-ректора в похищении печати и заявил, что внутренняя работа ВУЗа практически парализована. Мы действуем сугубо легитимно. У нас задержаны коммунальные услуги. На данный момент мы не можем начислять стипендию и зарплату. И на данный момент у нас масса иностранных студентов, которые приехали, не могут быть легализованы, потому что у нас нет печати. Выконывающая обязательства главного бухгалтера университета сказала, что получила распоряжение от Валерия Миколаевича Запорожана. Платежки на заработные платы сотрудникам до казначейства не ввести, так как на них стоит подписи владельцы Геннадьевны Дубининой. Сторонники Запорожана все обвинения опровергают. Больше того, Юрий Сухин, лицо имеющее право управлять коллективом Медына, настаивает, что Минздрав не имел права разрывать контракт с Валерием Запорожаном, а тем более назначать в Рио. Есть коллектив, есть сотрудники, есть устав, люди проголосуют, доверят человеку, вот этот человек будет руководить нашим университетом. Но он тоже не будет указывать по закону? А он не должен указывать. По уставу и по закону образования. Да, вы понимаете? Да, по закону образования не может он нам назначать. Министр здравоохранения называет действия сторонников Запорожана рейдерским захватом. Ульяна Супрун подчеркивает, медицинский университет находится в структуре Минздрава. МОЗ имеет право, чтобы и остановить действие контракта, как те люди, которые подписали контракт, не дотримаются до их обязанностей. И так и стало с Запорожаном. Я против него и криминальные справы, и коррупционные справы. Активное противостояние в Одесском медицинском университете длится более двух месяцев. В июле министр здравоохранения уволила Запорожана. Однако тот не оставляет попыток вернуться в кресло. Сейчас он глава ученого совета. Кроме того, в УЗИ есть в Рио ректора Владлена Дубинина и так называемый управляющий Юрий Сухин. Точку в этом вопросе должна поставить министерская комиссия, которая нагрянет уже к концу этой недели. Ксения Терзи, Дмитрий Бондаренко, Владимир Курбатов, Думская ТВ. Когда этот материал уже был готов к эфиру, стало известно, что ситуация накалилась еще больше, в ход пошла ртуть. Опасное вещество разлили на лестнице университета. Активисты заявляют, что это сделали сторонники Валерия Запорожана. Таким образом, они хотели выкурить общественников, которые дежурят у кабинета ректора по научно-педагогической работе и в Рио ректора Владлены Дубининой. Именно там находятся ценные документы и печать. На место прибыли спасатели и полиция. Они эвакуировали сотрудников университета. Очевидцы утверждают, что Валерий Запорожан за полчаса до начала событий покинул здание и вынес с собой документы. Однако, что это за бумаги, неизвестно. Это все новости на данный момент. Оставайтесь на Думской ТВ. Будет интересно. Продолжение следует... Продолжение следует...